Откуда она тут взялась, да ещё в такой мороз? До ближайшей деревни три километра. Водитель и пассажир сначала не поверили, что на дороге, которая под силу лесовозом стоит человек. Проморгались и, убедившись, что не деревце, а фигура человека, подъехали ближе. Женщина. Отчаянно машет рукой, прося остановиться. Огромный рычащий лесовоз с уложенными стволами медленно стал тормозить. «Живая?» – крикнул пассажир, мастер участка Павел Евгеньевич. «Как видите, женщина в мутоновой шубе, в вязаной шапке, сверху закутанной шалью, взяла сумку, стоявшую на обочине. Возьмёте до райцентра, только на вас и надёже». «Да как тебя оставить? Конечно, возьмём». Он закинул в кабину сумку, помог забраться женщине. Она стянула варежки и стала согревать руки. «Что за надобность такая лесовозами добираться?» – проворчал водитель, коренастый мужик с сильными руками. Про таких говорят широкая кость. «Отчаянная вы, дамочка, тут и зверьё водится. Так меня подвезли. Дед Коля на санях подвёз. Тут в деревеньке десять дворов всего. Дед Коля на всю деревню один мужик остался. Это ещё хорошо, что коняшка у него есть, а то бы не знаю, как жить». «А, а я думал, уже разогнали эту деревушку. То-то и оно, что не хотят уезжать. Остались самые верные своей земле. И мать моя тоже там живёт. Никак не могу уговорить уехать. Вот и наведываюсь в какой раз. Зимой-то реже, потому как тяжело по холоду. Летом чаще бываю». «Ну а не страшно-то одной с чужими ехать?» – спросил водитель. Пассажирка повернулась к нему. Разглядела приятный овал его лица с прямым носом, тёмными ресницами. «А я чувствую. Вот внутри, как тёплая волна разливается. Так людей чувствую. Машину вашу только завидела, так сразу и поняла, что надо останавливать». «Надо же, какая чувствительная!» «Смелая, скорее всего», – ставил пассажир. Вскоре показалось просека, и лесовоз, словно корабль среди заснеженного леса и дороги, остановился у вагончика. «Но я приехал. Спасибо, Степан». Павел Евгеньевич пожал водителю руку. «И вам. Не знаю, как ваше имя. Анна Васильевна. И вам, Анна Лёгкого пути». «Степан, значит». Пассажирка повернулась к водителю и вновь стала разглядывать его лицо. «А меня Анной зовут. Это я уж так сразу с отчеством назвалась». Она уже согрелась. Сняла шаль и шапку. Расстегнула шубу, под которой виднялась тёплая вязаная кофта. Волосы у неё были светло-русые. Наверняка летом выгорали на сибирском солнце, которое, бывает, жарит в отдельные дни, как раскалённая печка. «Так вам от райцентра дальше ехать?» «Да, дальше. Село Зелёное знаешь?» «Ну, кто его не знает? Конечно, знаю. Так вот, там я живу». «А мать почему в такой глуши?» «Так не хочет матушка перебираться. Корнями вросла. Я уж ей и домик присмотрела. Недорогой, но хороший. Да хоть и к себе могу перевезти. Вот только она ни в какую». Пассажирка тяжело вздохнула. «Вот не знаю, что и делать». Женщина разглядела поношенный свитер под лёгкой курткой водителя. «Степан, что же тебе жена одеждой тёплой не запасёт?» «Налегке одет». «Меня устраивает», – уркнул водитель. «Неудобно в толстом свитере-то». «Далеко нам ещё ехать?» Женщина перевела разговор на другое. «У меня вот и термос, и курица варёная. Маменька домашнюю сготовила. Может, перекусим, а? Устал ведь баранку крутить». «У меня тоже термос есть. Не думай, что я голодный». Водитель лесовоза присмотрел место, где можно съехать на обочину. Остановился. Мотор глушить не стал. Достал термос и завёрнутые в пакет беляши, купленные вчера в киоске перед выездом на трассу. «Ты мои попробуй. Да курочку бери. Всё домашнее. Сами с матушкой вчера готовили. От неё ведь, от матушки, с пустыми руками не уедешь. А уж ягода какая там растёт, прямо рядышком. Из дома выйди, руку протяни, и вот он лез. А ещё грибов полно было раньше. А сейчас прознали про наши места. Так нахрапом всю осень едут». «Молодая ещё вроде». Водитель окинул взглядом простодушное лицо пассажирки. «А говоришь, как-то интересно. По-деревенски, что ли?» Она рассмеялась. «Так я и есть деревенская. Я же выросла в этих местах. А потом уж замуж вышла и в Мужни на село переехала. Радость исчезла с её лица. Чего остановилась? Ешь давай. Меня угощаешь? А сама что же?» «Да вот как вспомню свою жизнь, так кусок в горло не лезет». «А что с твоей жизнью? Вроде весёлая ты, смелая, холод тебя не берёт». Замуж же она вышла. Старше был, уговорил он меня. Умаслил так, что и родители поверили. Да только мягко стелет, жёстко спать. Босиком убежала от него через полгода. Потом снова вышла замуж. Сынок родился. Только мужик мой друзей больше привечал, чем нас с сыном. Да и пил горькую ужасно. Ох, и намаялась я с ним. Всё хотела избавить от привычки той. А он возьми и тумаков мне наставь. Ушли мы с Димкой. Видно, чуйка моя не работала тогда. Вот и ошиблась. Она отвернулась и стала смотреть в окно, чтобы водитель не заметил её слёз. Ну и что? На них клином свет, что ли, сошёлся? Он взглянул на Анну. Такая, как ты, и волков не побоится в лесу. Тебе ли мужика не найти? Находила. Да не мой снова. А чей? А кто же его знает? Но не мой точно. Да и сына моего не взлюбил. Димка тогда в школе учился. Это сейчас он уже в колледже. Скоро уж выпускник. Она снова повернулась к нему. А вот ты, Стёпа, нечаянно встреченный мной. По душе мне. Вот чувствую, что по душе. Так бы и смотрела на тебя, да у окошка ждала. Я ведь постоянная. Любовь моя была бы крепкая. Степан усмехнулся. Ну так и скажи это холостому. А я-то женатый. Супруга меня дома ждёт. Ой, Листёпа, а ждёт ли? Может твоя любушка да на постелюшке? Ты чего мелешь, попутчица? Он остановил машину. Махина с могучими стволами тяжело заурчала. А ну вылезай. Куда? Не приехали же ещё. Пешком дойдёшь. Нечего тут наговаривать да предлагать себя. Да что ты, это я так сказала, не подумавши. Вырвались эти слова. Сама не ожидала. И себя я не предлагаю. Сказала, что на сердце было. Доедем до райцентра, выйду и больше не увидимся. Я говорю, выходи. Водитель был непреклонен. Анна в торопях надела шапку, накинула шаль, выбралась из кабины и осталась стоять на обочине. С одной стороны поле, с другой лес. И машин не видать. Лесовозы только и ходят изредка. Машина тронулась с места и стала набирать скорость. Анна моментально почувствовала разницу с тёплой кабиной. Сразу обдала холодом. Она растерянно посмотрела по сторонам, сильнее завязала шаль и стала всматриваться в белую пелену. Услышала шум с другой стороны. Это лесовоз возвращался за ней. Молча села в кабину. Всю дорогу молчали. Хотел Степан проучить пассажирку, да не смог оставить на холоде. Вышла Анна, как только въехали в райцентр. Спасибо, я и деньги могу заплатить. Скажи, сколько? Степан молча махнул рукой, показав, что не нуждается в её деньгах. Ну, прости ты меня за эти лишние слова и за жену прости. Забудь, что сказала. Чувствую, хороший ты человек. Так пусть же у тебя хорошо всё будет. Счастья тебе, Степан. И тебе не хворать, сказал на прощание водитель. Разгрузился Степан только к вечеру. Должен был ещё раз поехать, да отложили поездку. Груза пока нет. Михалыч, слесарь, взялся подвезти на своей машине до самого дома. Маленькая у него машинка, мотор совсем не громкий. Она у тебя, как кошка, урчит, почти не слышно, заметил Степан. Такая она у меня, похвастался Михалыч, высаживая уставшего Степана. Ворота закрыты наглухо и калитка на щеколду. Спать, наверное, Лида легла, вот и закрылась на все засовы. Ему стало жалко будить жену. С другой стороны дома был проулок, вот с него он и зашёл со стороны огорода. Предвкушая домашнее тепло и горячий чай, торкнулся в сене. Закрыто на засов. Всё же придётся разбудить, подумал Степан. Долго никто не выходил. Степан стучал несколько раз. Наконец раздался голос жены. Кто там? Лида, это я, открывай. Стучу, сколь времени, замёрз уже. Так ты же завтра должен был приехать. А получилось сегодня. Он закрыл Сенина засов. Вместе вошли в дом. Снял верхнюю одежду. Стал разуваться, наклонившись. И тут увидел под табуретом носок. Чужой носок. Таких у Степана не было. Какой-то особенный носок. Модный, аккуратный. В синях что-то стукнуло. Степана как подорвало с места. Выскочил босиком. Тот, кто убегал, даже дверь в синях не прикрыл. Только пуховик мелькнул. Так обычно с места срывался кот Мурзик, когда нашкодит. А тут человек. Сомнения не было. Кто-то чужой выскочил из синей. «Стой!» Кричал Степан, не чувствуя холода. На стиг у калитки, когда тот открывал засов. Схватил за капюшон. В темноте успел увидеть лицо с усиками. Капюшон так и остался в руках у Степана. Его колотило, как при высокой температуре. Не капюшон, Степана. «Это кто был? Ты без меня тут?» «А ты без меня? Откуда я знаю, чем ты там в поездках своих занимаешься? Все эти годы в дороге». «Да я...» «Я и не думал никогда». «А я думала. Опостылила все. Уж не знала, как намекнуть тебе. Надоело твои потные рубашки до свитера стирать». Степан еще долго выговаривал. Потом утихомирился. Ненависть подкатила комом в горле. Вспомнил он, как изменилась Лида за последний год. Да и раньше жили, можно сказать, без охотки. Хоть и хотелось бежать из дома, все же спать лег в зале. В голове с трудом укладывалось случившееся. И вдруг он вспомнил попутчицу, ее лицо, а особенно ее глаза. Кажется, они у нее зеленые. «Это она, она говорила. Это все она. И зачем я только взял ее?» Степан хватался за эту мысль, как за соломинку. Не хотелось ему верить, что жена виновата. Кто угодно, но только не жена. И было это с его стороны очень наивно. Ведь застукал. Своими глазами видел. А верить все же не хотелось. «Это что за лось вчера через забор сиганул? Хотел разобраться с ним, да только капюшон и остался. Вон в ограде валяется. Только не говори, что он к тебе на чай заходил». Степан с тяжелой головой от раздумий и плохого сна пытался поймать взгляд жены, которая спокойно ставила чайник и собиралась завтракать. «И вообще, давно это у вас началось?» Лида продолжала молчать, но несмотря на внешнее спокойствие, было заметно, что собирается с мыслями. Первый раз Степан женился по молодости лет. Будущую жену знал два года. Как говорил тогда друг Юрка, проверено, мин нет. Что означало «знают друг друга на сто процентов». А оказалось, хватило обоих на три года. Хорошо, что до ближайшего городка недалеко. Ездил к ним почти каждую неделю. По дочке скучал. Сейчас реже видятся. Но все равно Светка для него как лучик солнца. На Лиде женился уже годом к тридцати. Считал, что все обдуманно. Сына Лиды вырастили вместе. Кирилл поступил в институт, и Степан гордился, что парень вырос толковый. Потом, через полгода, как уехал Кирилл, так Лида изменилась. Но Степан понял это только сейчас, вот в эту минуту. И были у него на этот счет сомнения. Но отгонял их прочь. Хотелось ему верить, что Лида его и не мыслит о другом. Ну так кто? Скажешь ты, наконец? Сейчас, разбежалась. Может тебе еще и адрес сказать? И вообще, ты должен был сегодня приехать. А, так это я виноват, что раньше домой заявился? Лида поняла, что случился перебор со словами, и стараясь смягчить разговор, достала вторую чайную чашку. Степа, я не буду перед тобой оправдываться. Ты слепой, что ли? Ты что, не видишь, что живем лишь под одной крышей с тобой? Спасибо, конечно, что привез нас из общежития с Кириллом в свой дом. Спасибо, что зарплату не прятал, как некоторые. Что к Кириллу хорошо относился. Я это все ценила, но, видно, прошло наше время. И раз уж так вчера случилось, то значит, так тому и быть. Лидка, скажи, чего тебе не хватает? Степа, всего хватает. Лида почти взмолилась, глядя на Степана. Но мы с тобой разные. Ну не могу я так больше. Душа к другому тянется. И тело тоже, сказал Степан. Значит, все, уходишь? Ухожу. Степан, обескураженный, внезапно навалившимися событиями, то вставал, то снова садился на стул. От мысли, что кто-то тут ночевал без него, так нагло приходил в его дом, построенный еще его отцом и дедом, специально для Степана. От этих мыслей, казалось, все внутри закипало. Очень хотелось ему узнать, кто же такой прыткий в калитку выскочил. Ну так скажи, хоть на кого променяла? Да не меняла я, не на базаре же. Близок мне этот человек. По духу близок, понимаешь? И ничего с этим не поделаешь. А то, что в дом пускала, прости, тут уж я сильно виновата. Ясно. Бери, что хочешь и уезжай. Только этого своего. Короче, чтобы духу его тут не было. Не будет, Степа, обещаю. Лидия даже лицом просветлела, услышав слова Степана. А Кирилл пусть приезжает. Все-таки 10 лет пацана растил. Хорошо, Степа. Виновата, ответила женщина. Уехала Лида через неделю. Степан на работе попросил водителя грузовой, чтобы вещи перевезти. Уехала пока к матери. И непонятно было Степану, думает ли она сходиться с женихом или одна будет жить. Но через месяц все прояснилось. Невысокий худощавый инженер с небольшой строительной организацией, тот самый с усиками, предложил Лидия выйти за него замуж. И вроде ничего в нем броского нет, а вот выбрала она его. Степан по-прежнему возил лес, возвращаясь в пустой дом. Спасибо матери и старшему брату. Заходили накормить его нехитрое хозяйство. Собаку-белку и кота Мурзика. Дорога радовала его. Он отвлекался от горьких мыслей. И как-то заметил, что как только подъезжает к развилке, где почти полтора месяца назад встретил Анну, сразу вспоминал их поездку. Но не мог он никак смириться с мыслью, что случайная попутчица как в воду глядела. Субботним утром, когда выпал выходной, поехал Степан на своей машине в село Зеленое, где живет Анна. Он даже отчество запомнил. «Васильевна!» Остановился у местного магазина. Спросил у бабушки, где живет женщина по имени Анна Васильевна. Бабуля с интересом смотрела на Степана. Пожилая женщина даже подошла ближе, разглядывая незнакомца. «Анна Васильевна, это я. Только тебя не припомню, мил человек. Чьих ты будешь, милок?» «Да просто знакомый. С райцентра я». Степан сдержался, чтобы не рассмеяться. «Нет, бабушка, я не вас ищу. Должна быть еще одна Анна Васильевна. Лет ей примерно сорок, может чуть помоложе. Вроде как сын у нее есть, учится. А, так то Анюта наша, так и зовем ее. Она у фермера работает. А живет она?» Женщина подробно рассказала, как проехать. «Ну, спасибо вам. Будьте здоровы. И тебе, сынок, доброго здоровица». Бабушка стояла в раздумьях, глядя вслед машине. «Может, Анюта добрую весть принесет. Хорош собой и человек вроде неплохой», – подумала она. Анна отбрасывала лопатой снег у ворот. Простая вязаная шапка, выбившаяся из-под нее волосы, старая куртка. Степан сразу и не узнал. И только когда подняла глаза, сомнений не осталось. Женщина тоже его узнала и испугалась. «Как же вы тут? Нашли-то как?» А в кабине не церемонилась. На «ты» сразу обращалась. «Ну, здравствуй, попутчица». «И вам доброго дня, Степан». «Что же вас привело к моему дому?» «Ишь ты, имя помнит». Степан стоял в расстегнутой куртке, не чувствуя холода. Посмотрел на лопату, которой работала Анна. «Что это за лопата? Разве ею удобно снег расчищать?» «Я приноровилась». «Ну-ка дай». Он взял лопату из рук растерянной женщины и начал по-молодецки работать. «Неудобная лопата. Другую надо бы». «Да говорите уж, чего случилось». Чуть не плача, спросила Анна. Степан выпрямился. «Вот скажи мне, Анна Васильевна, откуда ты знала про мою жену?» «Что знала?» «Ну, что есть у нее кто-то. Может, была в райцентре и видела ее с кем-то?» «Да не знала я ничего. Я же попросила прощения тогда, что наговорила на нее. Да и в жизни никогда не видела. Знаю, виновата, не хотела обидеть. И к тебе я тоже не навязывалась. Так что езжай, Степан, доживи в миру и в радости». «Да какая уж тут радость, сбылись твои слова». «Ой, еще горше стало». Анна присела на скамейку у калитки. «Чем я могу тебе помочь?» «А ничем. Теперь уже случилось. Вот непонятно мне, чего вам надо, когда все есть». Степан, я про других не знаю, я про себя скажу. В радость было бы мне мужа на работу провожать. А потом думать, что встречу с работы обниму, потому как скучать буду. Даже на один день и то буду скучать. Если дорог мне человек, думать о нем буду, ждать буду, любить. И чтобы он любил. Только разве возможно такое нынче? Вот и я так хочу. А Лида не захотела. Так может помиритесь? Ты не отступайся, если тянет к ней. Ты же вон какой пригожий, семейный. Теперь уже сломалась. Эту машину можно наладить. А жизнь не всегда. Вот скажи мне, ты бы вот смогла ждать и на других не заглядывать? А я и так всю жизнь жду. Надеюсь, что и у меня счастье будет. И меня бы ждала. Анна встала со скамейки. Взяла из рук Степана лопату. Нет, Степан, тебя ждать не буду. Сердце свое женское мучить не хочу. Сгоряча ты слова эти сказал сейчас. Как и я тогда про твою жену. Получается, что напросилась я к тебе. Нет, не хочу так. Уезжай, Степан. Налаживай свою жизнь. Уезжай, а ко мне больше никогда не приезжай. Не смущай соседей моих, чтобы сплетен не было. Она посмотрела на лопату. Повертела ее в руках. Да, а лопата и правда неудобная. Заменю я ее. Сама заменю. Ну ладно, не кипятись. Я ведь просто так спросил. Степан отступил. Думаешь, легко узнать, что не нужен. Все годы нужен был, а тут вдруг не нужен. Вот и мучаюсь. До истины докопаться хочу. Понимаю. Сама два раза оступилась. Каждый раз думала, что навсегда. Анна попрощалась с незваным гостем и пошла к калитке, показав, что не намерена больше говорить. Поговори с женой, может и наладится. Сказала она перед тем, как закрыть калитку. Домой вошла как в тумане. Еще больше расстроенная встречей с водителем лесовоза. Приезд его был неожиданным для Анны. Поначалу испугал, потом удивил. Не может человек любопытства ради ехать за 20 километров, не зная адреса. Искать по имени, чтобы задать несколько вопросов. Значит, действительно мучается этот водитель, встретившийся ей на зимней дороге. Кому-то счастье выпало, а им не дорожат. С горечью подумала Анна. А тут видно, одной век прожить придется. Она вздохнула, выглянула за ворота, заметив, что Степан уехал. Вышла и снова стала расчищать снег. Да и не одна я вовсе, сынок у меня. Так что не пропадем. Степан не прислушался к совету Анны. Больше не пытался поговорить с Лидой. Потому что понимал. Давно все сказано. Подумать и отказаться от переезда у нее время было. Не отказалась. Да и у самого душа не лежала к ней после случившегося. Морозным утром въел Степан груженый лесовоз, а рядом сидел пассажир. Это был мастер участка Павел Евгеньевич, вместе с которым встретили тогда Анну. Последнее время совсем не веселый ты, Степан, заметил мастер. Может дома что-то случилось? Да развод у меня с женой. Да что ты? А чего так? Да вот сам думаю, отчего так. Бабуля у меня была, отцова мать. Так вот от нее слышал. Насильно мил не будешь. Не помню, про кого так сказала. А теперь меня напрямую касаются эти слова. Ну, правда, в моей ситуации ничего уже не изменишь. Пусть живет как хочет, раз так решила. Ладно, Степа, не буду в душу лезть. Ты духом-то не падай. Все перетрется, мука будет. Встретится тебе еще женщина. Пассажирку мою помнишь? Анной зовут. На морозе стояла. Ну, подобрали тогда. Удивлялись еще, откуда она тут. А, помню. Кажется, из ближайшей деревни ехала. И что она? Степан помолчал с минуту. Потом рассказал, как все было. Про ее пророческие слова, сказанные случайно. Потом про ту злополучную ночь. Про уход жены. Про поездку к этой самой Анне. Ну, ты и упер ты, Степан. Даже женщину разыскал. Павел Евгеньевич был под впечатлением от происшедшего. Я ее не очень-то запомнил, пассажирку твою. Но врезалась в память, что женщина приятная, спокойная. Простая и, кажется, душевная. А знаешь, она, может, и сама переживает, что разговор тот завела. Не подумав, что все так и выйдет. Скорее всего, Степа, понравился ты ей. Знала, что больше не увидитесь, вот и сказала правду, как есть. А получилось, что увиделись. Нашел я ее. Нашел, а она меня прогнала. Но не прогнала, а посоветовала с женой помириться. Слушай, Степа, ты же не первый день на свете живешь. Неужели непонятно? Свалился ты, как снег на голову. Что женщина должна была ответить? Эх, Степа, тут время надо. Павел Евгеньевич посмотрел в окно, за которым тянулись заснеженные елки одна за другой. А вообще, наверное, не часто встретишь, когда тебе с первых минут в любви признаются. Не шутки ради, а от душевного порыва, по-настоящему. Да не признавалась она мне в любви, ответил водитель. Знаешь, у женщин бывает совсем другие слова находятся. Вроде про любовь не слово, а на самом деле это и есть она, та самая любовь эта. Павел Евгеньевич показал на дорогу. Тормозни, Степа, я уже приехал. Ну, спасибо, что подвез. Это тебе спасибо, Павел Евгеньевич. Поговорил с тобой, как вроде легче стало. Знаешь, у тебя какой-то ровный, но правильный взгляд со стороны. Не то, что мать с братом. Переживают за меня, охают, а мне от этого еще горше. Ну, я рад, Степа, если чем помог. Держись. Павел Евгеньевич пожал водителю руку и вышел. Аня, ты дома? Хочется. Взгляд у тебя, Анюта, какой-то другой. А тут на днях тезка твоя, бабушка Анна Васильевна, сказала мне, что искал тебя мужчина какой-то, твоих лет вроде. Ну, может, постарше чуть. Ага. Министр сельского хозяйства искал. Хотел грамоту вручить и орденом наградить. Пошутила хозяйка. А если серьезно, то это тот водитель лесовоза, который подвез меня тогда в мороз. Помнишь, рассказывала. Да ну, а чего ему надо женатому? Говорит, что разводится. Меня спрашивал, откуда про жену его знала. А я и не знала вовсе. Сто раз себя ругала, что брякнула лишнее. Нет, погоди. Так он к тебе же приезжал, а причину совсем другую нашел. На тебя посмотреть приезжал. Неужели у тебя ничего не торкнуло? До самого первого взгляда торкнуло. Хороший он, верный, с таким не пропадешь. И по окнам выглядывать не надо. Домой всегда будет торопиться. Ну так и что же ты не приветила его? Причину бы нашла, попросила бы помочь. Эх, Анька, ты как с печки свалилась. Как будто ни разу замужем не была. Да вот не знаю, что и делать. Все время думаю про него, а сама не решусь. Да и не приедет он больше. А вдруг это и есть твой суженый? Мы в 18-20 лет думаем, что суженого встретили. А иной раз по-настоящему лет под сорок. Может и у тебя так? Это я сразу почувствовала, как только в машину села. Призналась Аня. Но не те слова сказала с первой встречи. Давай про свою жизнь горемычную рассказывать. Потом его пожалела. А потом ляпнула, что такого, как он, ждала бы каждый день у окошка. Так, Анька, давай ищи его. Знаешь же, что в райцентре живет. Нет, хватит того, что тогда подумал, что навязываюсь ему. Ну, хоть узнаешь его получше. Ну, хоть поговори с ним. Нет, не могу и хватит об этом. Ладно, Аня, я совет дала, а ты думай сама. Вера поднялась. Ну, пойду я. Вот поэтому ты другая какая-то, влюбленная, что ли. Зима в Сибири долгая. То затяжные морозы, то снег, то метель. То вдруг немного поднимется столбик термометра. Порадует мягким, слегка бодрящим морозцем. Всякий раз, проезжая место, где он увидел Анну, вспоминал их встречи. Всего две встречи. Но какие-то скомканные, странные. А все равно вспоминал и невольно ловил себя на мысли, что вот сейчас за поворотом увидит знакомый силуэт. Остановится, и она в своей толстой шубе, закутанной в платок, заберется в кабину. Нет, не так. Скорее всего, он помог бы ей, и разговор был бы совсем другой. Просто все было бы и легко. Ведь ему есть, что ей сказать, этой странной попутчице. Автостанция в райцентре небольшая. Одноэтажное здание из бетона и стекла. Лет двадцать назад еще считалось современным. Сейчас с рекламными плакатами выглядело скромным помещением, где прятались пассажиры в непогоду. Степан проводил дочку на автобус, отправлявшийся в город. Ну, молодец, что приехала. Не забывай, не только я, но и бабушка с дедом всегда тебя ждут. Девушка в ответ кивнула, обняла отца и легко вбежала по ступенькам в автобус, махнув на прощание рукой. Степан был в легкой курточке, слегка поежился, хотел идти к машине. Как вдруг увидел ее. Она стояла спиной на площадке, куда должен подъехать автобус, который шел в село Зеленое. То ли пуховик на ней был, то ли пальто на синтепоне, непонятно. Но почему-то Степану что-то подсказывало, это она. «До Зеленого?» – спросил он, подойдя к женщине. «Да». Она повернулась к нему сразу, еще не зная, кто ее спросил. В голове промелькнуло, может, кто из сельчан. «До Зеленого!» – уже удивленно повторила Анна. «Здравствуй, попутчица!» Он был совершенно спокоен, как будто знал, что увидит ее сегодня и подошел как к давней знакомой. «И тебе доброго денечка, Степан!» Она поправила шапку, убрала выбившиеся волосы. «А я приезжала продукты купить. Тут выбор больше, чем у нас, да и дешевле. А я дочку провожал. А мой сынок вчера еще уехал, учится он у меня». «Ну, так ради такой встречи подвезу тебя». «Ой, не надо. Я уж и билет купила. Автобус скоро подойдет». «Да брось ты этот билет. Поехали, раз предлагаю». Не дожидаясь ответа, поднял ее сумку. Они сели в машину. «Чего молчишь, Анна? Первую встречу разговорчивая была». «Так то первая встреча. Я тогда смелая была». «А сейчас чего испугалась? Лопату, которой снег расчищаешь, заменила?» «Нет, руки не дошли». «Ну а мать когда перевозить будешь? Ты же про мать говорила тогда». «Думаю, весной надо перевозить. Ну так ее еще уговорить надо». «Как договоришься, я тебе машину организую». «Спасибо тебе, Степа, но не хочу должницей быть». «Со своих не беру». «Со своих?» – переспросила она. «Ну да, ты же своя. Во-первых, землячка. Во-вторых, третья встреча у нас с тобой. Поедешь со мной дальше». «А дальше это куда?» «По жизни дальше». Он улыбнулся. «Ну это я так, образно. Пообщаться надо бы. Как смотришь?» «Пообщаемся. Лопату сначала поправь, а то черенок совсем слабый». «Будет сделано. А ты пока чай наладь, а то надоело одному чай гонять. С тобой хочу». «Вот сначала пообедаем, чай попьем, потом уже лопатой займешься». «Спасибо, хозяюшка. Меня такой расклад устраивает». Они говорили всю дорогу. Удивительно, что слова находились и, казалось, понимали друг друга с полуслова. Весной перевезли Анину маму. Осталась она жить в доме дочери. Сама Анна переехала к Степану в райцентр. Купили новую мебель. Наметили строить новую баню. Но это уже попозже, летом. Иногда приезжали дочь Степана, сын Анны и приемный сын Кирилл. И тогда дом наполнялся шумом и весельем. Всем хватало места. Под осень Аня обрадовала мужа известием, что ждет ребенка. Про общего малыша они говорили раньше и решили, что ребенок будет желанным. Зимой Аня частенько присаживалась к окну, считая минуты, когда приедет Степан. Приедет, обнимет ее и спросит. Ждала Анечка? Она ответит. Ждала Степушка и всегда ждать буду. Я же теперь попутчица твоя на всю жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok